Как обрести квалификацию? Всегда помните о Кришне, если чем сильнее погружаешься в духовную практику, тем сильнее хочется какую-то глупость сделать. Как обрести квалификацию? Помните о Кришне. Ну, то есть, другими словами, как обрести любовь к Кришне, потому что, когда у нас есть любовь к Кришне, то мы постоянно о нем думаем. Других вариантов нет. Мы думаем о том, к чему мы привязаны. И вот как, спрашивает человек, хочется достичь этого состояния любви к Кришне, вроде бы делают те вещи, которые к этому меня приведут. Ну, то есть, допустим, я послушаю о Кришне или избегаю вещей, которые отвлекают меня от сознания Кришны. То есть, я стараюсь. Наша Саддана Бхакти состоит из двух этих видов наставлений. Помнить о Кришне и не забывать. Все Витхи и Нишеды, то есть, запреты и предписания, они предназначены именно для этого. То есть, мы повторяем Святое Имя, слушаем для того, чтобы помнить о Кришне. И мы избегаем каких-то греховных вещей, избегаем грубых проявлений страсти и невежества для того, чтобы не забывать о Кришне. Вот, вроде бы, я начинаю это делать. Ну, я понимаю, Саддана в том, чтобы практиковать, чтобы достичь состояния любви, чтобы все время думать о Кришне. Вроде бы, начинаю это делать и делаю, но странный результат. А после того, как я занимаюсь Садданой, очень хочется заниматься чем-то другим, нехорошим. Почему так происходит? И это распространенная вещь, это у всех так бывает, и это связано с тем, кто встает на этот путь духовный, кто находится в начале. Это связано с тем, что у нас есть материальные привязанности. У нашего ума есть материальные привязанности. Так как мы с этим умом себя отождествляем, то какие-то вещи очень нравятся в этом мире. Мы, конечно, хотим от этого избавиться, но они нравятся. И когда человек резко начинает отрекаться, пренебрегать потребностями, желаниями своего ума, тела, ну, ума в данном случае, здесь речь идет об уме, то тогда возникает гнев, возникает вот эта вот жажда, нет, я хочу, ты почему меня не кормишь? Знаешь, когда, знаете, когда чувства кормишь, то есть когда, ну, делаешь то, что чувства говорят, они немного успокаиваются, да, то есть как-то вот дают нам какие-то приятные ощущения, а потом раз и перестаешь что-то делать для чувств, и они начинают бунтовать, и начинают требовать, почему ты не обращаешь на меня внимания. И вот бывает так, что в начале духовного пути, по неопытности, начинающий бакта сильно пренебрегает обусловленностью своего ума и чувств и в итоге делает усилия, превосходящие его способности и возможности на данный момент контролировать свои чувства. И в 11-й песне Шиман Бхагаватам приводится пример, что обуздать или как контролировать ум, это подобно тому, как объезжать дикую лошадь. И если человек объезжает лошадь дикую, если он просто даст ей свободу, то есть отпустит эти узды, да, и пусть лошадь идёт туда, куда она захочет, то эта лошадь уведёт его, ну, вообще непонятно куда, то есть уведёт его далеко от его цели. Если эту лошадь взлуздать, да, то есть так её сильно направить туда, куда мне надо, то эта лошадь сбрыкнёт, вот, и скинет меня, то есть будут проблемы. Поэтому объезжают лошадь таким образом. Сначала наблюдают, да, наблюдают за этой лошадью, смотрят, куда она хочет идти. Окей, вроде мы позволяем ей туда уйти, но по чуть-чуть, потихонечку мы направляем её туда, куда нам надо. И вот точно так же говорится в этом тексте, я даже выписал этот текст, 11, 20, 21. И в этом стихе говорится, что аналогично процесс высшей йоги таков, что человек внимательно наблюдает за движениями и желаниями ума и постепенно берёт их под свой контроль. То есть вы наблюдаете за своим умом, понимаете, вот есть вот такие слабости в этом уме. Хорошо, окей. То есть просто прекратить это, значит, что ум взбрыкнёт. Но эти вещи можно учитывать и заниматься преданным служением, вовлекая эти потребности, эти желания, которые есть у ума, вовлекая их в преданное служение. То есть не нужно делать это резко. То есть если сделать это резко, то у вас ум сбросит, и у вас будут крайности. То есть человек сначала постится, а потом напрыгивает на холодильник и всё поглощает. И понять, что для нас является нормальным, нормальной аскезой, а что для нас является чрезмерной, можно, обратившись к более опытным преданным, которые нас знают, знают наш уровень, знают нашу ситуацию, и более опытные в этой практике духовной. И они могут нам сказать, вот это, вот это тебе нормально, а вот это уже чересчур. Вот такой ответ на этот вопрос.